Всем салют, Алексей Шретер на связи, сегодня поговорим о здоровом питании, об одном небольшом или можно сказать даже большом изменении в моем рационе, который произошел полтора-два месяца назад. Я ввел в рацион, вернее мне жена Светлана помогла ввести в рацион этот продукт, и этот продукт я потом узнал, оказывается номер один среди омолаживающих продуктов. Это вообще замечательно, мне, человеку, которому скоро 38 лет будет, благодаря этому продукту, наверное, в 40 лет я буду выглядеть на 20, особенно когда побреюсь. В общем, это авокадо, друзья. Вот смотрите, сколько у меня авокадо. Это не специально куплено для этих съемок, мы просто заранее закупаем авокадо, чтобы потом каждый день употреблять в пищу. Я живу в Москве, напомню, смотрите, кратко вас по ценам сориентирую. Вот такое зеленое авокадо стоит в районе, самая маленькая цена на скидке, которую можно найти, 40 рублей, а средняя цена 60-70 рублей, зеленое авокадо. Кстати, как выбирать зеленое авокадо? Вот это уже полежал авокадо, косточка внутри прыгает, это значит зрелое. Но если в магазине выбора нет, косточка внутри не прыгает, то тогда все равно можно купить авокадо, и недельку дома будут лежать, они и обязательно дозреют. Теперь, вот эти авокадо ХААС, они более дорогие. За одну штуку минимальная цена, что я нашел на скидке 65 рублей, то есть это 1 доллар. Средняя цена где-то в районе 110 рублей за штуку. Да, друзья, не такая уж и дешевая пища авокадо, но супер полезно это раз. А во-вторых, помните, если вы не заботитесь о своем здоровье, если вы не питаетесь правильными продуктами, рано или поздно гораздо больше вы заплатите за очень дорогостоящую медицину. Плюс, всякие болезни, лишения, испытывание боли физической авокадо и вообще правильное питание могут от всего этого вас избавить. В том числе, напомню, дорогостоящих медицинских затрат. Итак, как авокадо употреблять в пищу? Нужно шкурку ножичком все снять, внутри разрезать пополам, внутри выбросить косточку и получается, как вам сказать, почищенная часть фрукта. Это, кстати, фрукт. В рекорду книги рекорда Гиннеса он входит как самый питательный фрукт. Далее, то, что получается, мякость без косточки и без кожуры, вы либо в блендере измельчаете в пюре, либо можно просто вилкой взять, вот так быстренько измельчить. Получается пюре. Если вот такие часто зеленые авокадо, ну вы уже хотите скушать, еще не дозрело, косточка не прыгает, пюре может и не получиться. Можно просто либо в блендере, если блендера нет, на крупную терку и далее, что с этим делать, с пюре. Идеальный наш вариант потребления с женой это бутерброды. Мы даже каши по утрам перестали есть, просто авокадо в бутербродах. Это очень вкусно, друзья. Ну, про то, как полезно, я еще расскажу чуть далее. Смотрите, ну классический вариант это хлеб, максимально полезный, который мы находим. Хлеб, как он называется, из цельнозерновой муки. Ну, в общем, максимально полезный хлеб. Потом пюре авокадо, вот оно зелененькое, ну таким достаточно толстеньким слоем. Далее обязательно помидор, с помидором очень вкусно. Помидоры не так-то просто найти хорошие, но мы находим розовые хорошие помидоры в Москве. И под помидором либо красная рыба подсоленная, малосольная, ну допустим, семга. Либо просто тонкие кусочки сыра, либо даже ничего, просто хлеб и авокадо и все. Это уже очень вкусно с чаем, друзья. Вот так каждый день утром мы едим такие бутерброды и разновидности этих бутербродов уже полтора-два месяца. И очень вкусно нам. Не знаю, как вам будет. Я надеюсь, понравится. Почему вам очень бы хорошо было потреблять авокадо? Вот здесь у меня статья, я вам дал на нее ссылку про авокадо. Там вообще много чего можно в интернете и статье, и разных найти про авокадо. Но там так много текста, я просто на листочек себе выписал. Ну, самые важные пункты, чтобы не потеряться в статье, не считывать, вот с листочка вам прочитаю. Во-первых, в авокадо, БЖУ какое, где-то 8 грамм углеводов на 100 грамм, 15 грамм жиров. Причем все жиры полиненасыщенной жирной кислоты, омега-3, омега-6, омега-9, короче, полная кладезь жирных, полиненасыщенных, полезных аминокислот. Сахара нет в авокадо, кстати. Белка там 2 примерно грамма на 100 грамм. Но белок это не существенно для авокадо. Здесь главное, это именно полиненасыщенные жирные кислоты. Целая кладезь витаминов, жирорастворимых и водорастворимых. Есть, по-моему, все витамины группы В, кроме В12. И жирорастворимые такие, как витамин Д, витамин А, витамин или Д нет. Но А точно есть. И Е витамина очень много. Очень много, мало какой фрукт, овощ может сравниться по количеству витамина Е с авокадо. А витамин Е это очень мощный антиоксидант, который способствует насыщению клеток кислородом, препятствует старению клеток и так далее, друзья. Смотрите, расщепляет избыток холестерина авокадо. А, кстати, я забыл. Очень много еще микроэлементов, помимо витаминов, в авокадо. Ну, всевозможных. Калиев, кальциев, магниев и так далее. Расщепляет избыток холестерина авокадо. Способствует вашему похудению в том числе. Ну, это отдельные два пункта, чтобы вы понимали. Афродюзиаком является авокадо. То есть, возбуждает. Эти свойства еще заметили завоеватели Латинской Америки со времен Колумба. Кстати, родина авокадо. Это в основном Латинская Америка, Мексика. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, различных, атеросклероза, например. Концентрирует память, то есть, на сердечно-сосудистую систему и на мозг очень положительно влияет. Полезен гипертоникам, поскольку способствует снижению кровяного давления. Приводит в норму водно-солевой баланс в организме. Полезен для всей пищеварительной системы. Полезен при артрозах, парадонтозах и так далее. Нормализация кровообращения. Почти все полинасыщенные жирнокислоты, это я говорил. А вот много биологически активных веществ, способствующих омоложению. А также там авокадо от запоров, от малокровия и так далее. Я дам вам статью, друзья. Но для меня самое главное, это вот все витамины, все микроэлементы, омоложение и вкус. И я вам очень советую этот продукт, друзья. Ну, мы сейчас заканчиваем съемку и потребим вот эти прекрасные бутерброды с авокадо. А вот это мы потребим чуть позже. Все, друзья. Всем пока. Здорового вам образа жизни и не хворать.